Здравствуйте, дорогие друзья журнала Фома. Мы продолжаем наши встречи, наши размышления на тему Божественной Евхаристии и Таинства Причащения. И вначале я хотел бы привести коротенькое четверостишье Анны Ахматовой, написанное в 1946 году. В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христова и молитвы Причистое Слово исцеляет болящую плоть. Значит, мы с вами иногда находимся в определенной ловушке некой двойственности разделения между духовным и телесным. Нам кажется, что телесное это то, что имеет гораздо меньше значения, нежели духовное. Что все самое настоящее, самое важное, самое значимое происходит в каком-то условно-идеальном мире, духовном мире, где все правильно, где все истинно, где принимаются все самые главные решения. Ну вот, это на самом деле ловушка, это ошибка, потому что мы с вами живем не только нашими размышлениями, мы в первую очередь живем той самой плотью в том самом теле, которое дано нам как некая абсолютная реальность, объективная реальность всей нашей жизни. И вот, чтобы понять, в чем разница между телом и плотью, я предложил бы вот над чем подумать. Что такое тело? Тело, само слово тело, оно перекликается со словом целый. То есть тело это некая целостная, завершенная сущность, которая видимо окружающими и может восприниматься тем или иным образом. А плоть – это гораздо более сложный термин, более сложное понятие, которое вообще объясняет, говорит о некой материальности. Плоть, в первую очередь, склонна к разным изменениям. Плоть воспринимается как некая такая бесформенная, непостоянная, которая пересекает границы между индивидуальным телом и миром. Наша плоть постоянно развивается, она взаимодействует с окружающим миром. Воздух, вода, пища, солнечный свет, разные микроорганизмы. Все это пересекается с нашей плотью, входит с ней в определенное взаимодействие и тем самым как бы создает саму ткань нашей плоти. Клетка за клеточкой, день за днем, вот этот невидимый, невидимым образом внешний мир создает наши тела. Причем мы не понимаем, мы сами не можем отследить, как это именно происходит. Нас тело не спрашивает, как оно живет. Многие процессы происходят без какого бы то ни было контроля со стороны нашего разума. И у Карла Раннера есть такая мысль, что тело есть самореализация духа во времени и пространстве, то посредством чего я осуществляю себя в мире. И вот мы с вами подходим к очень важной мысли, что цель воплощения — это приобщение человека целиком к Богу, а не только его души и тела. То есть именно здесь начинает приоткрываться мысль о том, что Богу крайне было важно войти в телесное сродство с человеком, а не только дать ему правильные заповеди, открыть какие-то глубокие истины, показать, куда следует двигаться в своем духовном развитии, в отношении к друг с другом. Богу надо было воплотиться именно для того, чтобы человеческая природа стала приобщенной божественной. Мы не можем с вами присутствовать в этом мире помимо нашего тела. Но есть и обратная сторона. Наше тело, оно определенным образом встраивает в том числе и наше сознание, и нашу мысль в то, как мы проживаем наше бытие. Приведу такой простой пример. Человек, который валяется на диване и ничего не делает, он жительствует совершенно иным образом, с иными мыслями, с иными представлениями, с иными переживаниями, нежели человек, который, например, помогает лежачим больным в хосписе. И это отличие не только на уровне эмоциональном, это отличие на уровне физическом. Человек, который привык совершать какой-то грех, он имеет своего рода некий отпечаток греха в своем теле. Точно так же человек, который имеет навык добродетели, этот добродетель будет в нем в определенном смысле воплощенный, вотелесненный. И это опять-таки тоже будет считываться. Мы когда смотрим на людей, ведущих строгий аскетический образ жизни, вот этот отблеск, отражение подвигов этого человека мы все равно считываем, в том числе и на уровне его какой-то телесности. То есть между телом и человеческой душой и духом происходит постоянный такой некий взаимообмен. И тело, оно несет в себе отпечатки того, что происходит в человеческом духе, и с другой стороны оно и помогает, и сопротивляется тем или иным движениям человеческой души. Можно даже сказать, что дух и плоть перетекают друг в друга, образное превращается в буквальное, и наоборот, буквальное превращается в образное. Об этом очень хорошо рассказывается в Евангелии от Иоанна, когда мы читаем про встречу Иисуса с Самарянкой у колодца. Когда Иисус просит Самарянку дать ему напиться воды, и тут же сам предлагает ей стать источником воды, которая будет течь в жизнь вечную, и из-за которой, которая даст такое насыщение до этой женщины, что ей не придется каждый день бегать сюда за колодцем. Мы видим, как в этом тексте вот как раз таки происходит постоянное перетекание буквального смысла в образный и обратно. Греческий богослов Джон Манусакис говорит, что во Христе Бог больше не является Богом, который видит, теос, феос, но Богом, который прикасается, и может быть прикасаем даже до такой степени, чтобы быть съеденным. Я вспоминаю эту замечательную мысль одного тонкого человека, что любить — это хотеть касаться. И вот это прикосновение, это желание прикасаться, оно относится не только к какой-то физической близости, оно относится и к чему-то гораздо более глубокому. Мы действительно, если кого-то любим, в первую очередь это выражается в желании физического контакта, тактильного прикосновения к другому человеку. Вот еще раз хотелось бы обратить ваше внимание на то, что даже наше обычное человеческое тело, оно хранит следы взаимодействия нас с миром. В нем как бы отпечатлевается тот опыт, который у нас есть. Ну, приведу очень простой пример, я думаю, для многих из нас хорошо знакомый. Вот ребенок учился в музыкальной школе по классу скрипки. Закончив свою учебу, он эту скрипку забросил на самый дальний ящик, в самый дальний ящик, и никогда к ней не возвращается. Идут годы, идут годы, проходят там 10, 20, 30 лет. И вдруг в какой-то момент у него появляется вот это желание снова взять скрипку и играть. И вот каково же его изумление, когда он берет скрипку и очень быстро снова начинает на ней играть. Он не может понять, откуда его пальцы, помнят, как держать смычок, как держать руку на грифе скрипки и так далее. Вот это мы называем мышечной памятью. Но здесь дело, конечно, не только в мышечной памяти, а в том, что наше тело, оно несет в себе следы о всей нашей жизни. И вот это наше обычное грешное человеческое тело. Тем более мы можем представить, что тело Христа, его физическое тело, человеческое тело, материальное тело, оно также несло в себе все следы жизни Христа как человека, начиная с момента его непорочного рождения и заканчивая его смертной казнью в страданиях на кресте и последующим воскресеньем. То есть тело Христа, именно физическое тело Христа, становится для нас точкой прикосновения к той подлинной человечности, которая после грехопадения стала возможна только в нем. Неудивительно, что иногда мы сами задаем себе вопрос, а почему именно плоть и почему именно кровь? Почему именно таким образом Бог избирает способ соединения с нами через плоть и кровь? Один из вариантов ответа вот какой, что тело – это то, как я есть в мире. Мое бытие, мое присутствие в этом мире, оно осуществляется именно через мое тело. Я не могу присутствовать в этом мире никаким другим образом, кроме того тела, которым существую в пространстве и во времени. Поэтому тело. Что такое кровь? А кровь – это то, через что я оказываюсь приобщенным историей всех тех людей, которые жили до меня. А в определенном смысле каждый из нас в своей крови является носителем всех тех поколений, которые жили до нас. Например, мы можем провести с вами известную генетическую экспертизу и выяснить, кто из наших предков жил, в каком ареале. И сегодня настолько это направление получило активное развитие, что мы можем по тем или иным гологруппам выяснить, сколько в нашей крови тех или иных народов, национальностей, где они находились географически, что достаточно интересно. Так вот, в отношении причащения тела и крови Христовых получается, что мы прикасаемся к его крови, мы становимся ему единокровными. Так как в свое время апостол Павел цитировал одного из античных авторов «мы его и род». То есть в причащении мы буквально сродняемся с Христом. И поскольку в нас начинает уже течь не только кровь наших, так скажем, предков, но и кровь Христова, то мы получаем возможность иметь те же чувствования, те же мысли, те же переживания, которые были характерны именно для самого Христа. Переобщение одаривает нас возможностью иметь по слову апостола те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Одного греческого богослова догматиста Андруцеса есть такая мысль «Евхаристия именуется или таинством, или жертвой». Как таинство ее называют в соответствии с различными аспектами таинства «благодарением» и «благословением» как установленную Христом с благодарением по иудейскому обычаю. Называют вечерей Господней по времени установления телом Христовым и Святой Чашей по причине действительного присутствия в ней тела и крови Господних, причащением и напутствием из-за ее конечной цели единения с Господом. Но с другой стороны она называется жертвой приношением святой, таинственной и словесной. Отцы часто используют образ раскаленного железа. Не причастие превращается в наше тело как любая пища, а наоборот. Наше тело превращается в тело и кровь Христова. Железо не уподобляет себе огненную стихию, а само приобретает свойства огня. Подобное же совершается с нами и в Евхаристии. Огонь обоженного прославленного тела Христова, притворяя нашу плоть перстную в чем-то подобную грубому и тяжеловесному железу собственное благодатное огненное достоинство. Есть еще один очень интересный образ, который использует святитель Анзлатоуст для того, чтобы нам подойти ближе к пониманию того, что же происходит в этом таинстве. Давайте послушаем святителя. Этот источник есть источник света, изливающий лучи истины. К нему стекаются и горние силы, чтобы созерцать красоту его потоков, потому что они яснее видят и силу предлежащих даров и неприступное их сияние. Если бы возможно было, чтобы кто-нибудь вложил свою руку или язык в расплавленное золото, они тотчас озолотились бы. Точно так же и еще гораздо большие действия производят и здесь на душу предлежащие тайны. Сильнее огня кипит и стремится эта река, но не сжигает, а только очищает все, чего касается. Эта кровь древле была прообразована на жертвенниках, в закланиях, определенных законам. Она есть цена вселенной. Ею Христос купил церковь, ею он всю ее украсил. Как тот, кто покупает слуг, дает за них золото и потому, желая их украсить, украшает золотом, так и Христос купил нас кровью и украсил кровью. Приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами, горними силами, облеченные в царскую одежду Христову и имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают облечены в самого царя. Очень важный момент, который нам тоже следует отметить, что когда мы вкушаем какую-то пищу, мы эту пищу усваиваем в себя. То есть мы эту пищу делаем собой. В Евхаристии происходит все наоборот. Об этом в один голос учат святые отцы. Не мы усваиваем Христа, а перевариваем Христа, делая его своим телом. А наоборот, Христос нас усваивает в свое тело и тем самым придает нашим телам общность своему телу и своей воскресной плотскости, своему воскресшему человеческому телу. А почему именно хлеб? Хлеб это всегда продукт совместного труда большого числа людей. Один пашет, другой сие, третий собирает, четвертый мелет муку, кто-то затем печет хлеб. И вот именно эта символика хлеба, как собирание множества разных зерен, перемолотых, прошедших через определенный технологический процесс, нам предлагает Христос, как свою плоть. Иногда возникает вопрос, какого тела Христово мы причащаемся? Неужели мы действительно едим физические тело и кровь Христовы и являемся каннибалами? На это хочется ответить достаточно просто. Мы причащаемся все-таки воскресшего тела и крови Христовы. Они обладают с одной стороны теми же свойствами, какими обладали и тело и кровь Христовы во время земной жизни, но в то же самое время это совсем не те свойства, которые есть у наших с вами тел. Обычно своим студентам я задаю такой вопрос, которым ставлю их в тупик. Вот Христос после своего воскресения, чтобы убедить учеников в подлинности реальности того, что он живой, он настоящий, он не какой-то призрак, он спрашивает их, а есть ли у вас что-то съедобного, потому что очевидно духи не питаются, они не могут вкушать телесную физическую пищу, и ученики дают ему мед в сотах и там рыбу, и Христос это вкушает, он физически употребляет эту пищу, и ученики видят, как он на самом деле кусает, жует, глотает, а потом проходит сквозь стены и исчезает. А что произошло с этой пищей, куда она делась? То есть этот пример хорошая, мне кажется, иллюстрация того, что, конечно, наше представление о материи, материальности, которые будут в воскресшем теле, наверное, можно так сказать, что материальность тоже сохранится, они, конечно, очень далеки от какого бы то ни было полноценного знания. Мы можем сказать, что Христос реально обладает телом, он не дух, он в нашем мире может проявлять себя и являть себя как полноценный материальный объект, но при этом он уже не ограничен ни теми материальными пределами, ни временными границами, которыми ограничены наши тела, но как это может быть, мы не знаем. Еда вообще это в первую очередь очень мощный канал коммуникации. Не просто так за обедом, за трапезой, за званым ужином мы по-другому общаемся друг с другом, а нам мы открываемся друг к другу, потому что сам процесс питания он неизбежно нас как бы приоткрывает друг к другу. Невозможно есть за закрытым ртом, да, вот сам формат того, что мы открываем наше уста, он нас открывает навстречу другому. О том, как действует Христос в причащающихся ему, очень интересно апостол и евангелист Иоанн Богослов описывает, как действует Христос в причащающихся ему. Вот что говорит Христос, как передает евангелист Иоанн. Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Христос, таким образом, это лоза, это корень, от которого питаются ветки. Как только ветка отламывается от корня, как только в ней перестает течь сок, образующийся благодаря стволу и корням, то эта ветка обречена на смерть. И вот также человеческая душа, если она не приобщается к христовых тайн, если в ней не зреет новая жизнь, человек становится обреченным на внутреннее усыхание, он как бы скукоживается, он сворачивается, он сам себя лишает жизни, полноценной жизни. Мне здесь хочется привести пример, который, ну, наверное, не пример, а скорее некую аллегорию, художественную аллегорию, которая многим нашим современникам понятна. Я думаю, вы смотрели фильм «Аватар», и помните, там такое древо душ, и физически подключаясь к нему, вот эти синие человечки, нави, не только осознают себя как общность, но и лучше транслирует свои молитвы к Великой Матери, главному божеству Эви. Вот это древо обладает способностью подключаться напрямую к нервной системе человека посредством именно физического контакта с его расширенными корневыми волокнами. Вот эти корни дерева душ соединяются с нейронной системой этих существ нави и таким образом все нави объединяются в некую общность, в некую другую сущность, в новую сущность. И вот благодаря этому ритуалу этот народ испытывает огромную эмоциональную силу, которая позволяет участникам лучше видеть друг друга и усиливать любое послание, которое у них есть для вот этой богини, для этого божества этой планеты. Этот образ в каком-то смысле перекликается с тем, что происходит во время причащения человека, потому что во Христе мы имеем доступ в том числе и к тем людям, которых уже нет среди живых, к тем людям, которые отчасти сохранились в нас как их детях, как их потомков, но с другой стороны, ведь все, кто умирают, они умирают в Боге. И вот через приобщение божественных тела и крови мы имеем возможность снова тем или иным образом оказаться соединенными с ними. Друзья, подписывайтесь на канал журнала ФОМА, заглядывайте на мой канал Деревня Великановка, пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки, мы их с большим удовольствием читаем и смотрим.